ПОЛУДЕННОЕ КЛАДБИЩЕ Единственное мое спасение, там можно было взять на прокат велосипед, так что я уезжал сразу после завтрака и до ужина, а то и позже, и болтался на велике по окрестностям. Полупустые дачные поселки, картофельный поляд каких-то московских НИИ, за час поездки хорошо еще, если встретятся человека три. Было жарко, с утра тревожный горький запогари, редколесье, пустые со стертыми белыми метками шоссе и гравийные проселки. В то время ничем мистическим не интересовался, алкоголя не пил, обычно я ехал, куда глаза глядят, не выбирая маршрутов. Однажды катался днем, вырулил с деревенского проселка на асфальт, обычное шоссе, кручу педали. Полдень жарки, тени короткие, марева над дорогой дрожит, кузнечики секут в пожелтевшей траве на обочинах, ни машин, ни прохожих. Оглядываюсь и соображаю, что по обеим сторонам дороги кладбища, причем большое, но не до горизонта оно внушительное, не деревца, а градки надгробия веночки. Выглядит современным, крестов и старых камней не заметил. Все надгробия типовые, прямоугольные, черные и темно-серые зернистые плиты, и на них напыление фотографии. Я сбавил скорость, пригляделся, несмотря на жару, стало зябко, потому что на всех надгробиях фотографии практически одинаковые, свадебные. Белое пятно невеста, черное жених, лица вроде разные, но все фотографии свадебные. Видно было четко, кладбище вплотную обступало шоссе с двух сторон. Среди могил ни одного посетителя, только маривает, а дрожит, извинят кузнечики, да еще слышно, как я сам дышу. Не могу сказать, что сильно испугался, но ощутил тревогу и тоску. Поехал быстрее по шоссе, но ощущение было, как во сне. Вроде налегаешь на педали из последних сил, дорога ровная, ни ухаба, ни взгорка, а ехать тяжело и медленно, будто в гору. Или колеса вязнут в мазуте, и кладбище все не кончается, как будто одна и та же картинка бесконечно проматывается. Голубые оградки и черные надгробия с улыбающимися женихами и невестами. Все изображения парные. Я весь взмок. Мне казалось, что еду уже минут двадцать или полчаса. Ощущение неприятное, что место вообще не отпустит. Так и буду на этом шоссе торчать до скончания века. И чем дальше, тем больше спать хочется. Хотя встал всего-то часа четыре назад и сонливостью не отличаюсь. Очень тянуло остановиться. Съехать к обочине и лечь подремать. Трудно описать ощущения, но как будто мягко и настойчиво приглашают полежать. Потом на трещине велик подпрыгнул, и кладбище резко сменилось пустырем. Как резинку отпустили. Сразу ехать легче. Все как по маслу. Но я еще долго по этому шоссе гнал, не оборачиваясь. Наконец остановился и глянул на часы. Стоят. Причем как раз на двенадцати дня. Хотя часы надежные, еще отцовские, офицерские. И заводил недавно. Доехал до ближайшего населенного пункта. Там магазинчик. Зашел хлеба и воды купить. И спросил у продавщицы про кладбище. Она сказала, что никакого крупного кладбища, кроме маленького сельского восьми километрах отсюда по другой дороге, нет. И вообще в той стороне, откуда я приехал. Только какие-то кормовые поля. И все. Страха опять-таки не было. Какое-то равнодушие навалилось и тоска. Вернулся в дом отдыха другой дорогой. Матери не сказал ничего. Но на следующий день решил туда опять съездить. Думал, увижу кладбище хоть издали. Удостоверюсь, что это правда и сразу назад. Топографическая память у меня хорошая. Но этого места я больше не нашел. Магазин тот был. Сарай заброшенный были. А большого, как аэродром кладбища, женихов и невест не было. Хотя я в том квадрате потом дня три крутился. С тех пор прошло много лет. Но иногда ту поездку я вижу во сне очень явственно в подробностях. Будто фильм закольцованный крутят. Обычно после таких снов я заболеваю или еще какая-нибудь жизненная неурядица происходит. Так до сих пор и не знаю, что это было. Но точно не привиделось. Мой домовой. Я, как и многие люди, верю во все сверхъестественное. Знаю, что все существует. Правда, не всегда это можно увидеть и услышать. Но, как оказывается, услышать точно можно. В этом я убедилась на собственном опыте. Несколько лет назад произошел такой случай. Ближе к вечеру у папы заболел живот. Он выпил таблетку и пошел спать. Ночью я проснулась от голосов в коридоре. Я прислушалась и поняла, что мама с папой едут в больницу. Видно, таблетка не помогла. Я вышла в коридор. Но мама с папой уже вышли и закрывали дверь, оставив свет включенным. Не ждать же мне в коридоре. Поэтому я вернулась в свою кровать. Заснуть я не могла. Слишком переживала. Через некоторое время я услышала в коридоре шаги. Негромкие. Как будто кто-то топчется. Но это явно были не родители. Я решила прикрыть глаза и лежала, слушала. Спустя минуту шаги были в моей комнате. Может от страха. Но мне показалось, что в комнате стало прохладнее. Больше ничего не происходило. Но я чувствовала чье-то присутствие в комнате и не шевелилось. Притворяя спящий, я раздумывала над тем, кто бы это мог быть. В результате я решила, что это был скорее всего домовой. Якобы пришел подержать меня в трудную минуту. Через час вернулись родители. В больнице промыли желудок и все вроде обошлось. Подобные шаги я слышала и после. Но обычно это было поздно ночью. И я представляла, что это домовой обходит квартиру. Этот случай запомнился мне. Но как оказалось, он был не последним. Следующий случай произошел со мной спустя некоторое время. Может, полгода или год спустя. Как-то по одному из каналов показывали передачу про домовых. Я решила, что мне это будет интересно послушать. В этой передаче услышала много интересного. Например, если поздно ночью соседи сверху начинают катать какие-то шары. Что-то у них падает, катается по полу. Ну что можно делать в такое время, чтобы так греметь? Мебель что ли решили переставить? То это скорее всего домовой. А такие случаи бывали. Также рассказывали про то, что с домовыми надо дружить. Пытаться его увидеть себе хуже. А если он злится подкормить его? Передача заставила меня задуматься. В доме я часто замечала какие-то шумы. К топанью и шарканью я привыкла. Они обычно были либо поздно ночью, либо когда дома почти никого не было. Ну вот после этой передачи я и решила подкормить своего домового. Время было послеобеденное. Братишка сидел в наушниках за компьютером. А больше дома никого не было. Домашних животных нет. Я налила стакан воды. Молока у меня не было. И поставила на подоконник на кухне вместе с пряником. И с чувством выполненного долга ушла убираться в комнате. Вытирая зеркала, я зашла и ванну, которая находится в паре метров от кухни. Протирая зеркало, я замерла. С кухни доносился звук чавкания. Как будто кто-то действительно ест пряник. И при том так его смакуют, что аж слюнки потекли. Но я, конечно, была немного удивлена. Хотя нет, не немного. Я быстро протерла зеркало до конца. И делая вид, будто ничего не произошло, прошла мимо кухни. Специально смотря в другую сторону. После этого я еще минут 10 сидела, не отходя от брата. Решила на кухню пока не ходить. А после занялась генеральной уборкой для домового. Когда же я все-таки зашла на кухню, пряники и стакан воды спокойно, как ни в чем не бывало, лежали на своих местах. Я не удивилась. Ведь он если и питается, то только энергия еды, а не как мы. Теперь раз в несколько месяцев, когда все ложатся спать, стараюсь оставлять что-нибудь на том самом подоконнике на кухне. Иногда бывает, когда все спят, а я размышляю о жизни, лежа в кровати. Я слышу, как будто кто-то садится сверху на телевизор. Раздается скрип корпуса телевизора. Или иногда маленькие шажки возле меня. Страха нет. Просто стараюсь заснуть побыстрее. В передаче сказали правду. Надо жить с ним в мире, и он будет оберегать дом от неприятностей. Я не любитель придумывать истории. Поэтому рассказала так, как все было. Белая сирень Произошло это в небольшой сибирской деревне под названием Рябиновка. Если пройти до конца главной улицы, а затем свернуть направо и перейти добротно сделанный мостик, соединяющий два берега неторопливой речушки, то перед вами раскинется широкий луг, на окраине которого находится скромное деревенское кладбище. Если вы подойдете немного ближе к заборчику, огораживающему погост, ваше внимание обязательно привлечет пышный куст белой сирени. Он так сильно выделяется на фоне потемневших от времени крестов и кладбищенских берез, что сразу наводит мысли о какой-то таинственной истории, связанной с ним. В Рябиновке вам ее поведает абсолютно любой. Итак, вот она. Это было в 1982 году, в начале лета. Молодой парень Коля шел из соседней деревни, где он работал механиком, в Рябиновку к своей невесте Вере, которая ждала его дома с маленькой дочкой Иришкой, но дойти ему было не суждено. Когда он был буквально в полукилометре от деревни, его насмерть сбила Волга, принадлежащая директору местного совхоза. За рулем в тот момент был 17-летний сынок директора и пара его друзей, известных на всю округу хулиганов. Дело очень быстро замяли. Видите ли, доказательств и состава преступления не нашлось. А местного участкового, рискнувшего все же завести уголовное дело, очень быстро уволили из органов. Вера на похоронах Николая была словно высечена из камня. Так сильно потрясло ее горе. Но еще сильнее. Ее потрясла безнаказанность тех молодых скотов, которые еще и посмели прийти на похорон ее мужа, как бы с извинениями. К концу похорон они уже в открытую смеялись в лицо Вере. Близких родственников, которые могли бы выставить за дверь малолетних ублюдков, рядом не было. Тогда она встала и, глядя в глаза поочередно каждому из тех парней, сказала, «Живете, как скоты, так вы и подохнете». И было что-то такое во взгляде Веры, что трое отморозков быстро ушли из ее дома. А через неделю случилось вот что. Один из друзей сыночка директора споткнулся обо что-то и совершенно случайно упал на остро отточенный топор, который почти отрубил ему голову. Самое интересное, что была целая куча свидетелей, которые видели, как все произошло, и версия криминала тут была абсолютно неуместна. Едва схоронили одного друга, как в своем собственном доме от сильнейшего отравления умер второй друг сыночка директора совхоза. И опять было множество свидетелей, которые ели то же, что и покойный, но никто из них не почувствовал никакого недомогания. Как следователи не пытались искать следы умышленного отравления, так у них ничего и не вышло, а через неделю умер и сам сынок директора. Просто шел по улице, внезапно потерял сознание и упал в лужу. Так в ней захлебнулся. Утром следующего дня от остановки сердца скончалась Вера. За день до этого она отвезла Ирочку к своим родственникам в город. Похоронили Веру рядом со своим любящим мужем, а по весне на их могилы расцвела белая сирень. Субтитры подогнал «Симон»